Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 30 лет, я до сих пор нигде не могу работать. В офисе обычно много людей, которые шумят, я тогда мыслить не могу. Ещё вокруг людей, будто я чувствую себя неловко, не хочу с ними общаться, в горле пересыхают, губы тоже. Будь то я в каком-то ступоре, не могу работать для людей, только лишь дома, когда я один в комнате могу, тогда могу что-то делать. Что это такое? Я пробовал работать, везде одно тоже, можете найти работу в фрилансе, постоянно. Нет, ну, вам конечно решать, работать ли вам на основе фриланса или нет, это только вы решаете. Конечно же, никто за вас это не решает. Но, то что вы описываете, это очень похоже, первое, на социофобию, то есть вам нужно здесь проверить, провериться у врача, психиатра, либо клинического психолога. Например, нет ли у вас, нет ли у вас социофобия, и если, соответственно, она есть, то я полагаю, что вам нужно лечение, вот, вам нужно лечение. В том числе, вероятно, медикаментозное лечение вам нужно. Это если мы говорим про социофобию. Но, если мы говорим о том, что в рамках нормы, да, ну, вот, как-то, в пределах норм, если мы говорим об этом, например, вот, то это очень похоже на страх оценки. Как будто бы вы, вот, боитесь того, что вас оценят, вот, боитесь того, что о вас, например, подумают люди, вот, и думаете о том, именно о том, что люди о вас подумают, нежели чем о том, что вы хотите, что вы можете. делать сами. Соответственно, когда никого нет, вы не испытываете необходимости, как-то, вот, думать о том, что о вас подумает другой. Ну, вот, и, соответственно, появляется возможность что-то делать. Вот. Другой момент. Что это за проблема, которую вы пытаетесь решить таким образом? Решаете ли вы таким образом проблему с наценкой, то есть пытаетесь быть на виду, пытаетесь быть на хорошем счету у людей? Вот. Или вы пытаетесь таким образом сдерживать, это вот очень важный, хоть и не неприятный момент, но, может быть, вы пытаетесь таким образом сдерживать какие-то свои чувства, чувства, вот, негативные, например, обиду на кого-то и так далее. Это вот то, что может, конечно, очень, во-первых, существенную роль играть, а вот, во-вторых, это то, что может серьезно отправлять вашу жизнь, вот. И вашу деятельность, вот. Еще очень важный момент, то, что у вас как будто бы нет интереса. Я имею в виду, я имею в виду интерес к тому, что вы делаете, вот, как будто бы нет этого интереса у вас, вот, как будто бы не так вам важно. Что вы будете делать не так вам, как будто бы, как будто бы, опять же, не так вам как будто бы важно. Как вы будете, ну, действовать, вот, в чем вы будете заняты, например, да, чем вы будете заняты, например. Вот, как будто бы это все не так важно, вот, а как будто бы важно вот только то, чтобы вы работали, то есть вам не хватает мотивации. Если сфера мотивации проседает, вот, а если сфера мотивации как-то вот пробуксовывает, то, само собой, в этом случае он человек. Человек должен искать какую-то другую мотивацию, вот, человек должен искать что-то другое, вот, что он, в принципе, успешно и делает. Вот, почему успешно, да, ну, потому что, вот, опять же, здесь вот, глядя, например, на вас, да, глядя, как вы ведете себя на работе, например, вот, мы понимаем, то, как вы относитесь, например, к тому, что вы делаете, вот. И это, на мой взгляд, тоже довольно такая показательная история, вот, показательная именно потому что она, эта история довольно хорошо характеризует вас, вот. Как человек, который, вероятно, не так сильно заинтересован в том, чтобы реализовываться, чтобы что-то, например, доносить людям. Вот, значит, вот, чем-то делиться с людьми. Вот, и, значит, как вот, что-то им демонстрировать, ну, что-то демонстрировать этим людям, вот. Вот, вот, как-то так, я думаю, то есть, если вам, ну, вот, не хватает мотивации, да, допустим, пример, то это, конечно, проблема. Это проблема, на мой взгляд, периодная, достаточно, вот, и на нее нужно обращать, обращать внимание. Вот, на нее нужно обращать внимание, обращать внимание плотно, потому что это то, что на вас влияет, то, что оказывает на вас влияние, и влияние довольно периодно. Мотивацию, вот, свою мотивационную сферу вам, естественно, нужно развивать, вот, делать ее, свою мотивационную сферу, да, делать несколько более, такой четкой, несколько более, так скажем, понятной, вот, хотя бы для себя, вот. То есть, чтобы вам хотя бы было понятным, зачем вы это делаете, вот, и так далее. То есть, ну, на самом деле, как мне кажется, цель оправдывает средства, не наоборот. Но, если обычно, эту фразу люди используют в смысле того, что ради, допустим, какой-то цели, я буду готов на все, вот, если обычно люди так об этом говорят, то здесь я использую формировку в несколько другом контексте, я использую ее в том контексте, что цель дает, цель дает необходимые средства человеку, вот, необходимый ресурс дает человеку, для того, чтобы что-то делать, для того, чтобы на что-то направлять, свои ресурсы, свои возможности, и так далее, вот. Вот, если у человека цели нет, вот, то, конечно, ему очень сложно больше. И волей-неволей, да, волей-неволей придется искать какую-то, наверное, другую цель, вот, чтобы она, эта цель, как-то, вот, ну, создавала необходимый толкс, вот. Вот очень похоже, если мы говорим про норму, вот, очень похоже, что это, что именно этим вы и занимаетесь. За неимением цели, вот, за имением такой вот цели достаточно нечеткой, вот, вы просто-напросто обращаете свое внимание на какие-то, какие-то другие вещи, вот, на которые, если бы вы были увлечены работой, да, увлечены тем, что вы делаете, если бы, если бы вам это было интересно, вот, вы бы на это, может быть, даже и внимания бы никакого не обратили, вот. Человек так устроен, что его сознание не может быть пусты, вот. То есть, человеческое сознание не может оставаться, вот, в этом смысле пусты, не может оставаться, там, в этом смысле, ненаполненным, вот. И, соответственно, это наполненность, она проявляется вот в такой деструктивной форме. Говоря о горле, еще очень важный момент, что у вас, судя по описанию, да, появляется тревога, ну, вот, такая достаточно сильно тревога появляется, вот, и по описанию, получается так, что, это агрессия, вот, ну, такая, знаете, вот, полувыраженная, полувыраженная агрессия, получается, вот, вот. И, нужно, опять же, смотреть, в этом смысле, что ее вызывает, это самая агрессия. А если агрессия вызывает какая-то угроза, вам, например, это один момент. А если агрессия вызывает какая-то, вот, невыраженная злость, да, ну, вот, что-то такое, что-то такое, невыраженная, это другой момент. И, обращать внимание, конечно же, нужно на то, вот, что, значит, активирует вашу нервную систему в этой ситуации. Вот, там, ну, понятно, что, просто так, вот, просто так, что-то, ее вряд ли активирует. Вот, вот, именно, именно, ну, именно просто так, вот, просто так ничего, ничего не бывает. Вот, поэтому, я думаю, что, есть какие-то причины, есть какие-то основания, вот, нужно смотреть на то, что-то, что это за основание, ну, вот, что они у себя представляют, это основание, и дальше уже действуют. И, исходя из того, какую проблему, собственно, вы пытаетесь решить. Вот, понимаете, да? А, на этом все, я надеюсь, что вам это было интересно, я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь за помощью, за обратную связь по моему ответу, буду благодарен, это позволит вам начать на собой работу.